Ученики и педагоги Вятской гуманитарной гимназии уже несколько лет участвуют в восстановлении культурно-исторических мест села Ашеть. Об уникальном проекте возрождения малой родины земляков расскажет Милана Поварницына. Увидев раз, до смерти не забыть. Места, где на увалах дремлет совы, где начинали братья Воснецовы и рисовать, и родину любить. Живописные места села Ашеть, которые являются родовым гнездом Воснецовых, были незаслуженно забыты в советское время. Небольшое село на 50 домов долгое время не вызывало интереса. Новую волну в жизни Ашетчан вдохнул волонтерский проект – возрождение малой родины земляков. Александра Читадзе оказалась среди гимназистов, которые уже второй год облагораживают это место. В прошлом году наш классный руководитель предложила нам просто ради интереса съездить, поработать чуть-чуть. Мы согласились, поехали своей компанией, и после этого начали ездить сюда регулярно, потому что просто влюбились в это место. Захотелось помочь действительно людям. Первые гимназисты начали приезжать в село в 2007 году. Потом дело в свои руки взяла администрация Сунского района. Их проект по развитию внутреннего туризма выиграл грант, но реализовывать его было некому. Тогда ребятам и предложили благоустроить территорию вокруг Исаковского ключа – место, где священнослужители брали воду для церковных обрядов. Вот это все выложили мои друзья, вот эту ракушку специально. Мы этот проект сами готовили еще, до этого додумывались. Плюс, когда мы пришли сюда, здесь было очень много мусора. Мы, как уже было сказано, мы очень много вывезли. Так появился спуск к источнику, а по соседству забил новый ручеек. Ребята обнаружили там мощную природную плиту. Волонтеры проделали за три дня огромную работу. Местные жители дали их коллективу на звание «Возрождение». Но им хотелось большего. Их взгляды устремились к собору 17 века. Храм Спаса Преображения – это памятник федерального значения. Известно, что священнослужителями в нем работали Воснецовы, которые дали миру великих художников Виктора и Аполлинария, предки которых покоятся в церковной ограде. Спасская церковь была закрыта в 1935 году и почти полностью разрушена. Но сегодня любимый сердце уголок, благодаря волонтерам, преображается с каждым днем. Стараниями юных тимуровцев вокруг храма в стиле вятского барокко появились дорожки. А внутри церкви, где сохранились старинные росписи и уникальные иконы, ребята начали выкладывать пол. А во время последней экспедиции они расчищали фундамент дома, который находился под слоем земли. Род Воснецовых прожил в нем около 250 лет. Сегодня у дома растут цветы, а на пути к вековой липе, которая была посажена Воснецовым, выкашена трава. Здесь мы поставили скамейки, то есть мы своими силами доски сами находили даже, гвозди тоже, ничего, в принципе, тут даже никто материалов не дает особых. То есть мы сами своими усилиями все находили. Скоро на территории усадьбы появится липовая аллея. Этими тропами будет проходить и туристический маршрут. Отсюда теперь начинается знаменитое Воснецовское кольцо. Для меня действительно важно сохранить красоту, возродить былой интерес. И я очень надеюсь, что с каждым годом количество человек, которые будут сюда приезжать, будет только увеличиваться. А ребята продолжат свое волонтерское дело. Они стали сплоченным коллективом и надеются, что власти помогут им полностью реализовать замысел. До меня-то от них дошла информация, так сказать, что они очень возмущенные приехали к себе в гимназию. Как это так? Почему храм, который там памятник федерального значения, в таком вот состоянии, когда, наконец, так и дело было, этот храм восстанавливать. Вот они взбудоражили всех, поэтому, в общем-то, здесь всех и собрал. И вот на мой взгляд, что это как раз самое важное, когда объединяются усилия и государства, власти, общества, причем с самых разных сторон. Милана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кирская область.